Они называют себя трейнсерферами или зацеперами. Любители экстрима катаются на крыше поездов, получая изрядную порцию адреналина. Трое школьников с Салтовки сели на поезд Харьков-Наумовка, решив пощекотать нервы. Закончилось все трагично. Поезд остановился здесь, на станции Лозовенька. Трое несовершеннолетних детей вышли из вагона, тайком пробрались на его крышу, чтобы прокатиться с ветерком. Вагон тронулся, девушка не смогла удержаться и ухватилась с рукой за электрический провод. Пенсионерки, окна их домов выходят как раз на станцию. Говорят, от увиденного не спали всю ночь. А их сосед вообще запил. Виск тормозов и страшный крик до сих пор стоит в голове. Сидим за столом, вдруг торможение и течки. Сильное торможение и течки. А потом идет моя наша соседка, что я его верка, и горет, и орет. А я говорю, что это она так орет? Боже мой, да, наверное, что-то случилось. Электрический провод, за который хватилась 14-летняя школьница, был под высоким напряжением. Около 3,5 тысяч вольт. Девочку от удара отбросила в сторону. Она упала как раз между последним и предпоследним вагоном, говорят очевидцы. Врачи, приехавшие на место, спасти ее уже не могли. Она лежала как, шортики на ней, лифчик черненький. Сама она, не сказать, что она обгорела сильно. Нет, тело у нее беленькое. Лицо не видно было. А на руках перчатка почему-то черная. И вот черная перчатка, а вот это как пальцы, вот это открытые. Ну, время доезда составило на место происшествия 6 минут. И, к сожалению, бригада приехала. И на месте случая констатирована смерть биологической до прибытия бригады экстренной медицинской помощи. Друзья погибшей им тоже по 14 лет в шоковом состоянии были доставлены в больницу. К вечеру их отпустили. Одного из них неделю назад уже задерживали за опасное катание. Родители уплатили штраф. В этот раз ребята прихватили с собой подружку. Хотела она попробовать это развлечение. Мальчик дал ей перчатку обмундирование так называемых этих зацеперов, которые таким образом развлекаются. Но учитывая, установить была ли ее первая поездка, на данном этапе невозможно. Помочь усмирить пыл подростков, оказать психологическую помощь родители мальчиков просили правоохранителей. Те говорят, сделали все, что могли. Провели профилактическую беседу. А родителям, скорее всего, снова предстоит заплатить штраф. Татьяна Датсяк, Владимир Борох, агентство телевидения новости.